МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Здравствуйте! Вы смотрите Утро на ОТВ в студии Ольга Дмитриева и Полина Бахова. Сегодня в программе вы увидите... Реконструкция железнодорожного сообщения. В лесном городке совсем скоро откроют станцию МЦД-4. Достижения в регионе. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и Владимир Путин провели деловую встречу. Инспекция с родителями. Новый детский сад в Трехгорке готовится к началу учебного года. Судебное заседание. Одинцовский городской суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств. 63 года назад открылись 17-летние Олимпийские игры в Риме. В них приняли участие почти 5,5 тысяч спортсменов из 83 стран. Дебютантами игр стали команды из Марокко, Сан-Марина, Судана и Туниса. Лидерство по количеству золотых медалей одержала команда СССР. Второе место досталось спортсменам США, а третьей стала сборная Италии. Фурор произвели советские штангисты. Юрий Власов стал олимпийским чемпионом. Он установил рекорды для атлетов тяжелого веса во всех трех движениях. А в сумме классического троеборья его признали спортсменом года. Чем еще запомнился этот день в истории, расскажем в нашей следующей рубрике. 25 августа 1609 года Галилео Галилей впервые продемонстрировал миру свое уникальное изобретение – телескоп. Он усовершенствовал подзорную трубу и, направив ее в небо, начал изучать его просторы. Устройство он продемонстрировал Совету Венеции. И позже произвел телескоп с 32-х кратным увеличением и диаметром объектива 4,5 см. С его помощью Галилей сделал ряд открытий. В 20 веке началось развитие аппаратов, которые работали в широком диапазоне длин волн от радио до гамма-лучей. Первый специально созданный радиотелескоп появился в 1937 году. С тех пор разработали огромное множество сложных астрономических приборов. 25 августа 1810 года Питер Дюран получил патент на жестяную банку. Сам англичанин не стал производить запатентованную продукцию. Спустя три года он продал права двум предпринимателям. Они открыли целую фабрику и пустили товар на поток для флота и сухопутной армии. Первые конструкции отдаленно напоминали современные. Они создавались из специальной жести, а сам корпус имел внушительный вес около полукилограмма. Прямоугольные металлические листы спаивались вручную. В XIX веке изобретения немного усовершенствовали. Начали делать более тонкие жестяные пластины, что облегчило труд специалистов и открытие самих банок. 25 августа отмечают день «Поцелуемся и помиримся». Конфликт близких людей психологически травмирует каждого из участников ссоры. Тактильный контакт, включая прикосновения губами, способен снизить градус накала страстей и вывести отношения на новый уровень. Праздник придумала Жаклин Милтон, которая считает, что с помощью поцелуя можно избежать обид и сохранить близкие отношения между людьми. Девиз праздника звучит так – «Остановитесь вовремя, обнимите друг друга, поцелуйтесь и помиритесь». Также это день памяти мучеников Фотия и Аникиты и день лазания по деревьям. 25 августа родился советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия. В 1956 году он поступил на высшие режиссерские курсы при киностудии «Мосфильм». Среди наиболее известных и любимых зрителями работ – фильмы «Афоня», «Мимино», «Кинзадза». Умение создать слаженный коллектив из актеров разных школ – особый дар режиссера. В своих картинах он придавал большое значение музыке, считая ее важнейшим выразительным средством. Георгий Николаевич является автором или соавтором сценариев большинства своих фильмов. Также в этот день родился великий князь Иван Грозный и немецкая супермодель Клаудия Шифер. В Московской области продолжают реконструкцию пригородного железнодорожного сообщения. В сентябре в лесном городке запланировано открытие станции МЦД-4. Линия соединит Киевское и Горьковское направления Московской железной дороги. Сюжет Екатерины Крамор. В августе в Подмосковье запустили пассажирское движение по МЦД-3. На линии открыты 38 станций, а протяженность ее 85 километров. На всем пути можно сделать 21 пересадку на метро, МЦК и другие диаметры. Скорость развития транспорта меняет экономику, позволяет строить дома и расселять аварийное жилье. В этом году в Одинцовском округе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр столицы Сергей Собянин открыли обновленную станцию «Лесной городок». Здесь обустроили вестибюль, две крытые платформы, четыре лифта и эскалаторы. Жители уже отметили значительные улучшения. Обновили и лифт есть у нас. Все нормально. Для стариков вообще отлично. Хорошо. Комфортные изменения произошли, что стал нормальный переход. И то, что 4 сентября господин Собянин обещал открыть МЦД-4 и можно будет ехать далеко и удобно, это да. В связи с этим в транспортной инфраструктуре происходят изменения. Для удобства жителей в мае в лесном городке открыли эстакаду. Новая линия МЦД соединит Киевское и Горьковское направления Московской железной дороги. Маршрут протяженностью 86 километров насчитывает 37 остановочных пунктов. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». На рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор Московской области рассказал о ключевых достижениях в регионе за последнее время. В частности, о развитии Московского транспортного узла. Уже более двух десятков путепроводов для автомобилистов построено благодаря строительству линий МЦД-3 и МЦД-4. Подробности в нашем следующем сюжете. Большие преобразования прошли практически во всех сферах развития региона. На рабочей встрече губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ключевых достижениях президенту Владимиру Путину. Важной темой стало улучшение экологической обстановки. Мало того, что мы закрыли полигоны, мы их рекультивировали благодаря федеральной программе. И теперь это совершенно другая реальность. Так, рекультивация полигонов в поселке Чесцы проходила с 2020 года. Он начал свою работу в 79-м и без остановки принимал отходы 40 лет. Высота полигона была 35 метров, а площадь участка – 17 гектаров. Вся техническая часть работы уже завершена. Сейчас перешли к биологическому этапу. Нам нужно всю вот эту огромную массу загрязненных вод из-под полигона за несколько лет выкачать, очистить, привести грунтовые воды в нормативное состояние. Их также специально лаборатория отбирает. То есть периметр полигона весь проколот специальными скважинами. Ежемесячно проводится мониторинг, смотрится состояние. После окончания всех процедур территория станет полностью безопасной для посещения. Другую программу по переселению жителей из аварийных домов завершили в Подмосковье досрочно. Так, в нашем округе 61 семья из многоквартирного дома по улице Институт в Больших Веземах получила новые квартиры. Эту квартиру нам дали взамен старой. Старая квартира попала под снос, жилье ветхое, и вот нам дали такое. Мы, конечно, такого не ожидали. Очень нравится, очень все прекрасно сделано, все красиво, но замечательная квартира. Дороги еще одна из наболевших тем для жителей Подмосковья. В связи с открытием МЦД-3 и МЦД-4 в области уже построено более двух десятков путепроводов для автомобилей. Реконструкция проезжей части по улице Чистяковой в Одинцовском округе завершится в конце сентября. На финальной стадии и ремонт эстакады на 26-м километре Можайского шоссе. Движение на обоих дорогах уже открыто. Полина Бахова, телекомпания Одинцова. Московское областное УФАС России анализирует рынки розничной торговли одеждой и обувью для школьников и канцелярскими принадлежностями. Сотрудники проведут анализ конкурентной среды. В случае подтверждения нарушения антимонопольного законодательства нарушителей привлекут к административной ответственности. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. 31 августа на портале Добродел завершится голосование по ремонту дорог на 2024 год. В нем уже приняли участие более 154 тысяч подмосковных жителей. Во второй этап голосования включены дороги, которые были отобраны профильными специалистами на основании предложений жителей. Проголосовать можно только за одну дорогу, при желании приложить фото и оставить комментарий, или поддержать других пользователей. Неформальная занятость – это работа без официального трудоустройства, без заключения трудового договора и выплаты налогов. В Подмосковье выявлено порядка 28 тысяч человек, находящихся в неформальных трудовых отношениях. Свыше 26 тысяч из них уже легализованы. В регионе ведется активная работа по повышению квалификации и обучению людей, что позволит значительно снизить количество неформальной занятости. Порядка 70 парков Московской области 22 августа провели праздничное мероприятие «День государственного флага», которое посетили почти 8,5 тысяч человек. Помимо флэш-мобов, шоу воздушных змеев, шествия с российским флагом и концертов, для гостей организовали информационные лектории и образовательные лекции. Посетители приняли участие в мастер-классах по каллиграфии и истории славянского письма. Уже в сентябре новый детский сад в Трехгорке откроет свои двери для малышей. Перед таким долгожданным событием глава муниципалитета Андрей Иванов вместе с родителями побывал на объекте. Они осмотрели уже готовые группы, на днях там проведут клининг и расставят мебель. Детский сад в новой Трехгорке на 400 мест готов уже на 95%. Несмотря на сложности, на начальном этапе строительства объекты сдадут на 4 месяца раньше. На этапе начала строительства здесь было много воды, откачивали все. Потом тоже было трудновато свои задавливать, потому что густонаселенный район. И чтобы не шуметь, мы их не забивали, а задавливали. Кроме этого, непросто было организовать проезд строительной техники. Узкие улицы, микрорайоны всегда плотно заставлены машинами. Но все сложности позади, внутренняя отделка завершена. Сейчас в помещении устанавливают двери и оборудуют пищеблок. На прилегающей территории асфальтируют дорожки, обустраивают детские площадки. Глава округа осмотрел объект и пообщался с родителями. Доставку воспитателя надо поставить, показать, познакомить с родителями. Ну а дальше уже детишкам показывать их будущий второй дом. А чтобы сделать его уютным, в ближайшее время в группах начнется генеральная уборка и расстановка мебели. Сейчас набирают педагогический состав и формируют группы. Молодой микрорайон, в котором постоянный приток молодых семей с детками. И, естественно, у нас, к сожалению, есть небольшая очередность. Поэтому детский сад долгожданный. На 400 мест 16 групп. Малышей ждут просторные игровые и спальни, медкабинеты, пищеблок, физкультурный и музыкальные залы, помещения для творчества. Открытие такого современного детского сада – настоящий подарок для жителей микрорайона. Мы живем здесь, в этом нашем замечательном районе. Очень рады скорейшему открытию этого детского сада. Все очень ждем, надеемся, что мы попадем в этот прекрасный детский сад на новый учебный год. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». На московском Урбанфоруме подготовили программу для любителей моды. С 24 по 27 августа в Северном тоннеле в Заряде столичные модельеры представят одежду собственного производства. На стендах площадки гостям представят уже знакомые и полюбившиеся бренды и новые имена. В ассортименте мужская, женская, детская одежда и аксессуары. Что еще интересного произошло в столице, узнаем прямо сейчас. Музей космонавтики подготовил уличную выставку, приуроченную ко дню рождения летчика-космонавта Сергея Крикалева. 27 августа Герою Советского Союза и Российской Федерации исполнится 65 лет. Экспозиция расскажет о шести его полетах, работе на МКС и выходах в открытый космос. На ней представят фотографии, сделанные на Земле и на орбите, а также личные вещи космонавта, которые он передал в фонды музея. Выставка «Герои России номер один» пройдет с 25 августа по 8 сентября перед входом в музей. В саду Эрмитаж пройдет этнокультурный фестиваль «Самоварфест» 26 августа с 11 утра и до 8 вечера. В программе концерты, мероприятия для молодежи, игры, танцы и конкурсы для детей, мастер-классы и многое другое. Посетителей ждут современная хореография, диджей-сеты и джемы, хип-хоп-баттлы и музыкальная программа с участием молодежных творческих коллективов. Вход свободный, торжественное открытие состоится в 2 часа дня. На улице нижние мневники построят надземный пешеходный переход в футуристическом стиле. Внешне он будет напоминать аэродинамическую трубу. Конструкцию выполнят в виде прозрачной трубы на опорах. Кольца ее секции и торцы покрасят в красный цвет. Остальные элементы будут серыми. Необычный переход органично дополнит городское пространство развивающегося района столицы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Далее в программе вы увидите. Судебное заседание. Одинцовский городской суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств. Мое Покровское. В усадьбе Засекина-Покровская состоялся арт-фестиваль. Новости Афиша о развлекательных событиях в округе на предстоящие выходные расскажем в нашей еженедельной рубрике. Одинцовский городской суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств. Преступную деятельность злоумышленника пресекли сотрудники правоохранительных органов. Материал Екатерины Крамор. На скамье подсудимых Одинцовского городского суда Ибадулаев Мамурбек Бахадир Угли, 1996 года рождения, уроженец Узбекистана обвиняется в незаконном сбытии наркотических средств. 24 августа 2023 года Одинцовским городским судом Московской области вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина республики Узбекистан Ибадулаева Мамурбека Бахадир Угли. Он признан виновным в совершении незаконного оборота наркотических средств, а именно героина, которую он распространял на территории Московской области. Сотрудники правоохранительных органов ввели в отношении подозреваемого оперативно-розыскные мероприятия. Преступника задержали в момент закладки наркотических средств в районе дома номер 7 по улице Вокзальной. Государственное обвинение по делу поддержал прокурор Московской области Сергей Забатурин. В соответствии с статьей 58 УК РФ прошу назначить подсудимого отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима. На основании изложенного прошу признать Ибадулаева Мамурбека Бахадир Угли, виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункт МГ, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. В усадьбе Засекина Покровская состоялся арт-фестиваль «Мое Покровское». Его участники насладились атмосферой начала 19 века. Организаторы подготовили обширную программу, мастер-классы, народные игры и танцевальные флеш-мобы. Подробности у Карины Еряшевой. 200 лет назад в усадьбе Покровская Засекина кипела светская жизнь. Здесь вели приемы, танцевали, восхищались русским балетом. Оживить пространство и наполнить его творчеством получился у организаторов одноименного фестиваля. Праздник проходит второй год подряд. Одинцовский городской округ славится историческими усадьбами. И работники культуры, проводя мероприятия здесь, в исторических местах, делают акцент на важности сохранения исторического и культурного наследия нашей родной Одинцовской земли. К проведению арт-фестиваля готовятся заранее. Подобные мероприятия помогают сохранить народные традиции. Гостям предложили обширную программу. Все желающие могли принять участие в народных играх и забавах, танцевальных флешмобах или мастер-классах. В этот раз очень много было заявок на мастер-классы. Гончарное дело, роспись, пряников, игрушек. Очень много по изобразительному искусству пленэйров на свежем воздухе. Мне здесь очень понравилось. Мне вообще нравится русский фольклор. Тут столько разных мастеров, которые живут. Прямо вот бок о бок с ними мы живем здесь. Столько разных ремесленных изготовлений. Это так классно. Народные песни – это музыкальное творчество нации. Они передаются из уст в уста и остаются в памяти поколений. У нас раскрывается душа русская. И все, что у нас есть, мы дарим нашим зрителям. Настроение, радость, веселье. Ну и, конечно, немножечко грустинки. Гости могли не только послушать музыкальные произведения, но и поиграть на инструментах. Как известно, музыкальную терапию нередко используют в качестве лечебного средства. Здесь можно поиграть на всем, чем угодно, попытаться услышать себя, других. Инструменты этнические и народные, в том числе и русские народные, и струнные, ударные, разные инструменты. В стороне не остались ни взрослые, ни дети. Каждый нашел себе занятие по душе. А хорошая погода сделала этот день ярким и запоминающимся. Карина Яряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Власти упростили госзакупку медизделий и продуктов лечебного питания для пациентов с тяжелыми заболеваниями. Заявления о включении в перечень будут подавать медицинские организации, в которых оказывают помощь пациенту. Рассматривать их будет специальная межведомственная комиссия. Затем в течение 15 дней заявку рассмотрит Минздрав. О других событиях нашей страны далее. Выставка, организованная в рамках нацпроекта «Культура» под названием «Художник и сказка», прошла в Нижегородском художественном музее. Ее посетили 50 тысяч человек. На ней было представлено более 120 экспонатов – живопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства и театральные костюмы. В ее формировании принимали участие специалисты Русского музея, Третьяковской галереи и Российского национального музея музыки. Иркутские и новосибирские авиазаводы объединятся для выпуска первых полностью отечественных самолетов. Технологии сборки полностью отточены в Иркутске. Цех занимается изготовлением крупногабаритных деталей – крыльев, панелей и других. Сейчас авиазавод специализируется на производстве реактивных воздушных судов Як-28. Новый лайнер будет называться «Магистральный самолет XXI века» или МС-21. В России резко сократилось количество пенсионеров. В начале этого года их стало на 404 тысячи меньше, а неработающих пенсионеров стало на 300 тысяч меньше. Аналитики отмечают, что такое сокращение связано с переходным периодом пенсионной реформы. Согласно планам, в 2023, 2025 и 2027 годах на пенсию будут выходить только те, кому она положена досрочно. Например, жители Крайнего Севера. 26 августа во всех культурно-досуговых центрах и библиотеках округа пройдет единый день открытых дверей. Можно будет познакомиться с руководителями учреждений, принять участие в презентации новых творческих студий, записаться на кружки и секции. Гостей ждут праздничные программы, конкурсы и викторины. О других культурных событиях в округе смотрите в следующей рубрике «Новости Афиша». Здравствуйте! Вы смотрите рубрику «Новости Афиша». О самых интересных культурных событиях в округе прямо сейчас. С началом учебного года двери открывают не только учебные учреждения. Библиотеки и культурно-досуговые центры тоже готовятся к новому сезону. 26 августа, в день открытых дверей, они представят свои программы, кружки и творческие студии. Записаться в них можно на едином портале госуслуг. Так в эту субботу в Звенигородской детской библиотеке пройдет мастер-класс «Код ученый». Гостям покажут, как сделать оригинальную открытку в смешанной технике. Аппликация на цветном картоне с фрагментами газеты и акварельных красок. Данный мастер-класс предназначен для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Традиционная выставка выходного дня «Милые вещи старого дома». В 12 дня в Театре сказок парка Захарова посетители смогут увидеть вещи, которыми пользовались наши предки 100 лет назад. Сундук, прялку и другие. Также всех гостей ждет интересная лекция беседы «Вещи из прошлого». Через знакомство с историей старинных предметов ребята приобщатся к ценностям русской культуры. В Барвихинской библиотеке пройдет викторина по фильмам в честь Дня кино в России. Участники должны будут угадать песню и стихотворение из кинофильма. Начало в 14.00. Концерт оркестра из цикла «Зеленый город» начнется в 16.30 в парке активного отдыха «Раздолье». В приятной атмосфере музыканты Одинцовского оркестра под управлением Андрея Балина исполнят яркие и самобытные джазовые хиты. А в театральном центре «Жаворонки» всех приглашают на так называемую «Ночь кино». В рамках акции состоятся показы трех самых кассовых российских фильмов этого года. «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник». Начало в 20.00. 27 августа, в воскресенье, тему кино продолжат в Доме культуры Дубки. В 11.00 там тоже можно будет насладиться просмотром художественных фильмов. Кинопикник начнется в 11.00. В 13.00 в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха пройдет творческий мастер-класс. В любом ребенке заложено природой желание создавать что-либо свое. Будь это пластилиновый альбомчик, поделка из цветного картона или домик из диванных подушек. Дети наполнены творческой энергией и при помощи мастер-класса данную энергию можно просто направить в правильное русло. В 18.30 в Доме молодежи «Горки-2» состоится праздник двора для взрослых и детей. Ребята вместе с аниматором смогут очень весело и задорно поиграть в различные игры, поучаствовать в викторинах, в конкурсе рисунков на асфальте и потанцевать под веселую и заводную музыку. А вечером в 17.00 в последние летние деньки можно отдохнуть в центре города, на главной площади и насладиться музыкальной программой под названием «Вечера добрых встреч». Отдыхайте насыщенно, и тогда полученного заряда положительных эмоций хватит на всю неделю. Японские ученые разработали модель искусственного интеллекта, которая при помощи рентгена грудной клетки точно оценивает возраст пациента. Для этого искусственный разум усвоил снимки 67 тысяч здоровых людей и 34 тысяч с различными заболеваниями. В будущем такие технологии помогут предупреждать большее количество болезней. О других событиях в мире смотрим прямо сейчас. Геологи из университета в Сиднее провели исследование и выяснили, что в ядре нашей планеты содержится большое количество золота. Его хватит, чтобы покрыть планету слоем толщиной в 50 сантиметров. Доступ к таким глубинам представляет огромные технические сложности и риски. Несмотря на запасы металла в земном ядре, стандартные методы добычи находятся вне зоны их применения. На юго-востоке Австралии на глубине 292 метра замечена редкая ходячая рыба. Она попалась на глаза людям впервые за 25 лет. Представители этого вида способны шагать по дну на плавниках, используя их как руки. Среда обитания и потенциальная численность этого вида остаются неизвестными. Новый экземпляр обнаружили в ходе экспедиции, направленной на исследование воздействия климатических изменений на морскую среду. Исследователи из Оксфордского университета впервые успешно извлекли древнюю ДНК из глиняного кирпича. Его возраст оценивается примерно в 2900 лет. Исследованный кирпич обнаружили во дворце неоассирийского царя. В нем сохранились следы присутствия 34 различных видов растений. Определить их помогли ботаники и археологи, которые нашли в древних письменных источниках описание растений, произраставших в Иссирии. И о погоде. По прогнозам синоптиков сегодня будет малооблачно. Температура воздуха днем 17-19 градусов тепла, ночью плюс 10-12. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках. А также следите за новостями в телеграм-канале про округ. А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. Ну а если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который видите на ваших экранах. Это было «Утро» на ОТВ в студии Ольга Дмитриева и Полина Бахова. Мы желаем вам хороших выходных. Увидимся в следующих передачах. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин